Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Целому поколению родившихся в конце 19-го, начале 20-го веков, например, досталось пережить революцию и две войны. Для нас это история. Для тех людей жизнь. Много таких было и в Ленском районе. Какая в них была сила. Придя с последней мировой, они восстанавливали производство, строили социальные объекты и, что немаловажно, сильнейший патриотический дух имели. Именно они, ветераны, и создали в Ленском районе клуб революционной, боевой и трудовой славы. Первое организационное заседание состоялось в феврале 1966 года. На нем выбрали первого председателя, старейшего коммуниста Николая Николаевича Фарафонова. Ветераны Великой Отечественной тогда были еще молодыми, а те, кто прошел и гражданскую, еще вели активную жизнь. Создание клуба стало событием огромной значимости. Это был живой источник, живое общение. Из рассказа ныне здравствующего ветерана Великой Отечественной войны Петра Васильевича Юдакова, проживающего в городе Новосибирске, который тоже возглавлял клуб ветеранов, в то время ордена и медали солдаты каждый день не носили. Но первый концерт, созданного параллельно с клубом ветеранов, хора носил название «Призыв». Во имя павших и живых, во имя фронтовики, наденьте ордена. И когда вышли на сцену молодые сильные мужчины, грудь которых была увешана орденами и медалями, статус ветеранов поднялся на самый высокий уровень. Вот тогда во всех селах стали создаваться уголки ветеранов, так называемые первички. Нам нельзя понабыть то, что было тогда, И дождями не смыть, Свет в душе никогда, Свет в душе за салют. Я начала работать в организации с 49-го года. В Горпо работала. А потом в Росоюзе, где меня приняли комсомол. Я сохранила в пуговицах с 49-го года комсомольский билет. И билет, говорю, значок. Это было время больших событий. Комсомолка, активистка Дина Слепченко участвовала в этих событиях. Помнит, как трагично приняли люди смерть вождя Иосифа Сталина. Как мы хоронили Сталина, мероприятия всякие, чтобы там никаких разговоров не было. Флодети делали черные, все такое. Домой приду, папа там плачет, но мы уговариваем, что нельзя так делать все. Ну, конечно, мы думали то, что Сталин умер, больше никого нет в жизни, все будет плохо. Но ее поколение не из тех, кто сдается. И жизнь продолжалась. В те годы приближались события, ставшие для села Мухтуи великими в судьбе. Подходило время алмазной эпохи. У нас ветераны приехали тоже. 56-й год, 55-й год, когда алмазная эпоха началась. Демкин Василий Иванович. Он так и остался. И Лен стал родной родиной. И так же остались блокадницы, все, которые были. Тоже для них Ленск стал родным. И вот закипела ветеранская работа. Ветеранов войны было много. Они были закреплены все по школам. Их принимали в почетные пионеры. И надо сказать с благодарностью о тех людях, которым пришла мысль создать такой совет ветеранов. И когда я начал сотрудничать с хором, мы часто приходили в стены этого здания и выступали перед собравшимися истинными ветеранами войны. Вот эти все ряды были полностью заняты. Зинаи Михайловна правильно сказала, что ветераны были еще молодые. Ну, конечно, были они все уже сединою, увеленные. Вся грудь у них была в орденах медалях. И с тех пор в зале действительно было негде сесть. Между тем было много и других дел. Люди увидели в клубе силу для решения проблем. Часто личных, но необходимых. Установка телефонов инвалидам. Сегодня это может удивить. Но в то время были огромные очереди. Земельные участки тоже выделялись по очереди. А установка первых обелисков и монументов. Также инициатива членов клуба. Но без поддержки властей многое осталось бы только в идеях. Сейчас власть – это администрация, а в те годы – райсовет. 50 лет назад мне было 15 лет. Я была школьницей девятого класса. И вот когда создался этот клуб, когда фронтовики надели ордена, то, конечно, в первую очередь они пошли… Задачей-то их было патриотическое воспитание в школах. Вот мое первое знакомство – это, конечно, школьные годы. Школьные годы. Потом отсутствие в Ленске на период учебы. И когда я вернулась работать уже в органы власти, так сказать, в финансовый отдел, когда у меня были контакты с органами власти, конечно, поддержка со стороны органов власти оказывалась всяческая. И финансисты в том числе, и я как финансист участвовали в разработке нормативных документов по материальному обеспровождению этого хора, этого совета. Выделялись постоянно деньги. Без органов власти, конечно, поездки, выступления хора, костюмы, атрибутика, написание сценариев к праздникам. Это на протяжении всего существования Совета ветеранов и хора – это все было. Алифтину Бабаеву в районе знают. Многие годы она была главным финансистом в администрации. Даже выйдя на пенсию, остается активисткой такой характер и такая закалка. И так, время не стояло на месте. И дела тоже. Вот мы в 73-м году перешли в здание администрации, новое здание администрации в 73-м году. А раньше где были? А где налоговая была, теперь наркоконтроль, вот это было здание районного совета. А потом вот это построили, это все при помощи Ивана Ивановича Рудых, нашего великого коммуниста и патриота нашего района. Хотя он родом не отсюда был, он кинский. Но с этим работал, значит, вот эти первые каменные дома – это все его дело. Ивана Ивановича Рудых и его соратников все вспоминают с особым почтением. С которым мы непосредственно работали и как с председателем райисполкома, и как с председателем совета ветеранов. Тут же Юдаков – это же люди, которые действительно строили Ленск. Вот каждый ветеран, каждый член вот этой ветеранской организации, ни один кирпичик в фундамент Ленска вложил. Фундамент освоения и нефтяных месторождений, и алмазных месторождений. Ну, без их участия вообще жизнь была бы не такая. Грандиозные дела. Строился город, улучшалась жизнь людей. Кстати, стать членом клуба ветеранов было непросто. У человека должна была быть безупречная репутация коммуниста. Желающие писали заявления, они разбирались на президиумах. А жизнь, что называется, кипела. В зале, как открылся зал 5-го, 6-го, 9-го, как раз 79-го года, это был ноябрь месяц, каникулы, вот это было, говорит, такая масса людей, кажется, прошел каждый житель, каждый ребенок и каждый гость, который находился в городе Ленске. Каждый приходили, я, наверное, не только увидеть, услышать, но, наверное, вот в то время окунуться. Работа с подрастающим поколением усилилась. Здесь вручали паспорта, комсомольские билеты, провожали в армию. Как вот сейчас нам ветераны говорят, ну, много нас было тогда. Может быть, и не все это учитывалось, не отмечалось где-то. Но патриотика была очень высокая, очень высокая. Тогда действительно был, кажется, каждый гражданин патриот, даже в школах, посмотрите, проводилось, сколько мероприятий, сколько встреч, сколько бесед. Не было у нас ни одной недели, чтобы мы не пришли в зал боевой славы. Первые упоминания о клубе ветеранов в единственном СМИ районной газете «Ленский коммунист» были опубликованы 14 марта 1967 года в преддверии 50-летия Великого Октября. Вот отрывки из газетной статьи. «Ленский клуб революционной боевой и трудовой славы принимает прямое участие в подготовке к празднованию 50-летнего юбилея. Совместно с комсомольскими организациями члены клуба активно воспитывают молодежь на революционных, боевых и трудовых традициях партии и народа. Многие члены нашего клуба – постоянные гости школ, комсомольских собраний и вечеров. В минувшем году было организовано более 30 встреч членов клуба с молодежью. В 1966 году ветераны революции и Отечественной войны приняли участие в увековечении памяти воинов, павших в борьбе с фашистской Германией. В Ленске и Пелидуе открыты монументы славным сынам отчизны, нашим землякам. Хорошая была жизнь, вспоминают строители Ленска. Я считаю, что мы жили достойно. Может быть, на столе не было такого изобилия, колбасы и всего. Ну, как-то без этого обходились. Кинотеатр Лена работал, значит, второй кинотеатр работал. Праздники все проводили. И первого мая всегда была демонстрация. Вы даже знаете, все было запружено людьми. Все шли, старый бал. Девятого мая то же самое. Памятника не было, но все это отмечали. Ну, хорошее было время. Конечно, хорошее. А тем более молодые, нам что. Вот так жил в те годы народ. Строил, созидал, был первопроходцем в послевоенной жизни во всем. Так работал Ленский клуб революционной, боевой и трудовой славы. Воспитывал, помогал, вел за собой. И продолжалось это с 1966 по 1987 год. Что было после, в следующей части юбилейного телеочерка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok